Если у тебя все хорошо. Все мы дети, мы, блин, смотрим, как какие-то мужики играют в каких-то солдатиков на мониторе, как бы, и пытаются выяснить, кто из них солдатиками управляет лучше. Что это, как не ребячество? И это прекрасно, потому что мы все остаемся детьми, а пока мы остаемся детьми, мы продолжаем радоваться этому миру. Ну, по крайней мере, у меня такая философия жизни. Вот, и Фогич, собственно, продолжает нас радовать нестандартными эстрадками, потому что это будет какой-то герой из Таверны, скорее всего, это Бестмастер, нынче популярная тема. Посмотрим, как оно сейчас будет работать. А что за зум? Ну, это возможность отдалить камеру. Ты видишь, сейчас камера отдалена сравнительно с тем, как мы стандартно играем. Главное, как я так и не приклеиваю стол. Да мне впаду! Окей, мне впаду приклеивать стол. Чё ты докопался? У меня уже два года так стол этот работает. Лень мне! Лень! После разбана на Ютубе будешь дальше стримить на Твиче? На Ютубе я буду стримить крупные турниры, типа VGL, но ежедневные простые стримы будут только на Твиче, да. Типа, как я играю в Ладдере, как я комментирую какие-то просто маленькие турниры и так далее, будут только на Твиче. На Ютубе будут только большие чемпионаты, большие турниры, вот всё в таком духе. Или какие-то забавные вещи, которые мне кажутся весёлыми. Вот как я так. Поэтому да, на Твиче будет больше стримов, чем на Ютубе. Мне кажется, это грамотная политика. Здорово, доктор Квинн! Не забывай про баланс жизни, иначе перегоришь, и никто этого не избежал. Я стараюсь, но это хороший совет. Но я стараюсь, спасибо. И вебку верни. На комментирование вебки НМА. Хотя по факту можно добавить, но мне лень. Да, помню, дружище. Помню, помню. Спасибо тебе за огромную поддержку, дружище. Огромное тебе благодарное. Спасибо за то, что зашёл. Да, помню, конечно, ты часто пишешь комментарии. Поэтому... Спасибо тебе за поддержку, спасибо за то, что смотришь. Добратья, здоровья, позитива, удачи. Держи хвост пистолетом. В жизни нет баланса, Нежи Тимба. Ну, тут эльфы играют. И хумы. Поэтому Нежити пока нет. Коготиклык! Как он говорит? Коготиклык! Блин, я даже не могу так и выговорить. Короче, в последнее время, для тех, кто не следит особо за турнирами, Мун доказал, что бестмастер новый с медведями имба против альянса. Поэтому посмотрим, как он... Как Фогги будет его здесь реализовывать. Фогги время от времени начал играть его в ладдере. В китайском ладдере и не только. Поэтому глянем, как он будет его сейчас реализовывать. Блойд вряд ли будет ставить базу, потому что он нажал Т2. Он просто привёл сюда ополченцев для криппинга. Бестмастер. Не успеет. Не успел. Третий уровень. Жен за похищение маны своровал Фогги. Это прям воровство мирового масштаба. Калькулятор ты нашёл? Нет. Нет, не нашёл. Зачем ты напомнил? Это единственное тёмное пятно сегодняшнего дня. Калькулятор потерян. Да, но Бист всё ещё не третий. Ему бы раскачаться, конечно. Но параллельно увидеть. Там пехотинец умирает. Там Т2 делается. Но Бист, походу, сейчас будет нажимать телепорт. Иначе его Архимаг... Не, не убьёт. Всё-таки смог отойти. Лесопилка. О, рабочего забрали. Мишка. Медведя в позапрошлом патче апнули. Раньше медведь стоил 125 маны. Теперь он стоит 100 маны. И поверьте, это огромная разница. Потому что посмотрите на запас маны Бистмастера. То есть, сейчас он может на втором уровне вызвать двух медведей. Раньше не мог. Согласитесь, это серьёзная разница. Ставлю на бой, да. Что ставишь? Жопу? Бабы канала? Платную подписку? Хату? Дом охотников сзади ставит. Кажется, немного поздно. Потому что не сможет древо мудрости инстантно поставить. Что малёха антитемпово. Но сойдёт, пожалуй, да? Пожалуй, сойдёт. Тенеансвер, привет. Спасибо большое. Нагу взял вторым героем. Опять же, это в рамках темпа. Нужно только прокачать Бистмастера до третьего уровня. Да, можно улынить в Итала. Это правда. Нагу взял в ответ Блэйд. Чисто для того, чтобы размениваться. Ну, по темпу, опять же. Это хороший выбор под Архимага ещё. Как бы контроль. Сапоги передаёт Наге для того, чтобы ей легче было контролить противника. Им, конечно, не хватает третьего Бистмастера. Можно было бы тут разгуляться, конечно. Т3 зато делает. И выкопал он древо войны. Сейчас будет древо мудрости ставить или как? Тут же ставят кузницу, лесопилка. И с деревом, конечно, проблемы. Из-за того, что он выводил пацанов. Они умирали. Умирали, конечно, не просто так, а во имя великой цели. Но умирали. И, кстати, не кабана качает Фогич. Он качает Медведя и Ястреба. И, возможно, на третьем уровне есть смысл прокачать второго Ястреба. Для того, чтобы он мог в пехотинцев продавлять. Мне шоп ушел. Два древо мудрости, все правильно. Ух. Ну, 103, как вы видите, большие проблемы. И из-за этого Блэд вынужден играть в трифу Акаст. А это значит, что великаны будут сильны. Но так же, как же не хватает прокачки Фоги. Это прям забей. То есть, тут очень нужен третий бист. Вот тебе, какая-то чего надо. Индастрио Систра. Я надеюсь, это без пошелых намеков. Донат. Но большое спасибо за поддержку. Да, надо, конечно, прокачаться. Поэтому Фоги пошел на большую точку. Гоблинская лавка. Вот это, кстати, точки две кочевые. Потому что здесь выпадает перманентный вард. Который очень важно контролировать. Руна Стража, да? И, соответственно, теперь все передвижения направо карты будет видит. И шалка, конечно, что он не здесь вард поставил. Не сюда выгнал. Огромага для того, чтобы палить переход сюда на красную точку. Это может быть очень выгодно. Купил неуязвимость. Третий бистмастер. Прокачал второго медведя. Решил, что он поприоритетнее. В этом есть смысл. Потому что нужна стенка. Теперь это такая бандурина на 900 хп. На 29 урона. При этом там жрецы только начинают появляться. Мистер Фурзи. Привет. И красную точку сейчас скрипит. Горш Коготи Куик. Ну и имя, конечно. Ну и медведь танкует. И победитель зверей тоже, что не совсем правильно. Нага тратит ману. Стоит выключить, наверное. Ледяную стрелу для того, чтобы мана копилась. Но зато забирает полностью эту точку. Вторая Нага. Там выпадает флейта меткости. Доброе утро. Доброе утро. Света к телепорту. И сейчас будет попытка как-то защититься. Нет, все-таки это медведи, а не великаны. Но медведи просто темповее, что ли. Правда, пока мастерства нет. Оно только готовится. Но уже скоро будет. Но с омоложением, конечно, будет покомфортнее здесь уже. Ситуация однозначно. Как ты думаешь, греть на дерево у Альянса вообще полезно? Просто не по-моему. Они же только переносимый объем дерева одним рабочим увеличивают. Скорость добычи та же. Да, конечно, увеличивает. Потому что рабочий теряет очень много времени, когда он переносит дерево. Особенно, когда дистанция между рецепилкой не здесь, а, допустим, дерево там стоит. И в итоге, из-за того, что он переносит в себе больше дерева, он реже ходит туда-сюда, что увеличивает дерево добычу. Усиливает, ускоряет дерево добычу. Слушай, объясни, как работает система вандеркоинах? Нажми на монетки, и там есть кнопка «Как получать вандеркоин». Если коротко, за сообщения в чате, за то, что ты сидишь на трансляции, то, что ты нажимаешь сундучки и так далее. А если поставят жопу и выиграть, тебе вторую чью дадут? Дадут эквивалентную цену жопы в вандеркоинах, пожалуй. Наверное, это будет справедливо. Тут красная точка закреплена, руна исцеления, и очень крутой дроп. Это древняя чангу выносливости, которая ускоряет скорость передвижения. Теперь уже две суперполезные флейты. Качает рык. В великанов бы выйти, реально. Против рефлокаста великаны, это же кайф. Там сейчас просто волшебница будет добавлять бой, скорее всего. Волшебница выглядит как достаточно перспективный юнит в такой ситуации. Но реально внутриигровая ситуация у Фоги просто фантастическая. Он закрепил уже две красные точки, идет крипит третью. Ну я думал, ты сестра, типа девушка. Шутка. Шутка. Я... Короче. Это я случайно нажал. Эта карта же вроде Низина называется. Нет, это Тортоурок. Низин, это другая карта. Туисет Медоуз. Что там выпало? Тоже древняя чангу выносливости. По красоте, по красоте ничего не скажешь. Но тут уже третья красная точка. Нага к пятому идет. А бестмастер не качается. Ему бы четвертый взять для того... Хотя ему четвертый не нужно, ему пятый тут нужен. А вот четвертый с второй ястреб. Он начнет атаковать, это уже хоть что-то, в принципе. И экспант в итоге ставит фоги еще справа. Заказывает медведя. Не хочет выходить в желтый лимит. Книгу ловкости не берем. А тут выпадает аура вампиризма, что для медведей очень круто. Да, дорогой, пожалуй, экономика так и работает. И за двух ауру фоги считаю уже выиграли. Да не за двух ауру, у него просто армия тупо круче. Не было бы этих ауру, он все равно был бы фаворитом в этом матче. Это я прям точно тебе могу сказать. Очень плохая позиция для фоги. Надо отойти. И выбрать хорошую позицию, восстановить здоровье иману медведям. О, кстати, он грейды в доме охотников не делал. Зато он ставит сразу два экспанда по красоте. Став есть, вот окей. Бистмастеру, скорее всего, придется сжать телепорт, потому что волшебница прям душит. Что-то бистмастер как черепаха бежит. Ну, собственно, черепашьи скалы, поэтому тематичненько. Ну, тянет время для экспанда. А, ну, фоги вообще включил внутреннего муна. Реально, фоги включил муна внутреннего. Все так, телепорта. Хэппи констракт мне напоминает какого-то, не знаю, нейросеть, которая пришла нас протестировать, чат. Как вы думаете? Да, медведи гораздо быстрее убивают здание, поэтому фоги пришел размениваться. Пока что грейды он не качает. Светок телепорта прожимает блейд. И в итоге уходит отсюда прямо сейчас фоги. У него светок телепорта есть. Двух медведей отдают. Башенку качает. Фоги на это не обращает внимания. Так, он мог заказать строжевое древо. Но у него уже рабочий экспант сверху. И судя по всему, пока что блейд только идет проверять его. Идет только проверять. К пятому уровню идет архимаг. Купил телепорт, видимо, да? Хочет купить. Золото-то есть. А вот и телепорт. И эту базу хочет отменить. Богословение природы прямо в тему прокачал. И опять играет фогич в размен. Тут рабочих можно позабирать. Медведь атакует рабочих. У них средняя броня как раз. Поэтому идеально. Тут еще база ставится. Там база. А, медведь просто пришел, развалил башню. По красоте делает. Но экспант отдал. Пятый архимаг. Ну, эльф в итоге ничего не сломал. Но он убил много рабочих. И тут нужно телепорт жать. Да, нога жмет телепорт. И в итоге уходит. Дриада погибла. Помянем, помянем. Но тут база уже работает. И тут база уже работает. Ну ладно, еще не работает. Я думаю, уже облелся рудник. Пора выходить в великанов. Реально. Тут великан. Вот это вот все разваливает вообще на изи. Три великана. Вот этот рабочий, он реально герой туда. Он всю карту оббегал. Башни поставил в разных местах. Это как знаете. Там в 19 веке была очень популярная. Не то что популярная, но востребованная профессия географа. И образ такой есть, знаете. Географа. Исследователя, который путешествует по миру. Рисует карту мира. Исучает неизвестные места и так далее. Вот, этот реально тот мужик. Вы посмотрите на его глаза. Ему реально уже все остачертело. Все задолбало. Бедный мужик. Благословение природы есть, поэтому древо жизни будет долго падать. Флоги в очередной раз приходит убивать экономику Блэйду. Почти четвертый уровень. Пятый уровень у Наги. Третья молния. Четвертый уровень. Второй ястреб. Ну, Блэйду тут много. Даже если посмотреть на лимиты. И Флоги при этом в желтом лимите. Но он заказывает дополнительных дриад. Базу еще одну потерял. Флоги строят новые. У Флоги все просто. Тут реально уже нужно выходить в армию. Но у Флоги тупо ресурсов нет. И непонятно куда он их тратит. На экспанды тратит просто. Так, эту башню убил. Но Архимаг и Нага бегут туда. Реально просто Флоги не успевает своими экспандами воспользоваться. Для того, чтобы добыть золото. Он ставит базы, а они не работают. Но он постоянно убивает рабочих Блэйду. Поэтому он тоже страдает. Который глобус пропил. Светок телепорта. В итоге может забрать еще стрелка. Да, забирает и возвращается домой. Тупо забрали две модельки. Возвращается домой. Блин, по-моему, тут трупов валяется. Прямо кладбище фигачит сюда. Спасибо за флог. Да, конечно, нейросеть в Старкрафте. Очень крутая. Жалко, что в Варкрафте подобным не занимаются. Но Старкрафт более медийная игра просто. Все, так унижительно в Старкрафтерах. Да, смесь, унижительно. В каком месте унижительно? Он, наоборот, сказал, что в Старкрафте есть нейросеть. Нейросеть это круто. Или, по-твоему, нейросеть это не круто? Ну, это бан. Мне пипец нужен реально пятый бестмастер для того, чтобы третьи медведи были. Хотя тут, возможно, даже не третий медведи, а третий ястреб хорош для того, чтобы башню убивать. Вот он начинает. Смотрите, как он пробивает хорошечно. Неуязвимость прожимает. Это большая неуязвимость. Пытается забрать нагу. Вряд ли сможет. Там и свиток исцеления есть. Блин, не подстопил медведем. Слушай, а может заберет? Может реально заберет? Лоу. Блин, она слишком быстрая на сапогах, на ауре. Очень быстрая. Ее толком не догнать. Не успевает. Сапогов нет просто у Фоги. Но он может заставить Архимага поражать неуязвимость. Так что он в плане именно артефактов разменялся. Нага. Пипец она быстрая просто. Какая-то олимпийская чемпионка. Но тут начинают оплетаться рудники. И скоро уже пойдет Бобо. Видимо придется телепорт сжать к бестмастеру. Возможно, чем раньше, тем лучше. Да, нажимает. А там все медведи новые выходят. Просто прикол в том, что Архимаг почти шестой уровень. А вы знаете, что такое Архимаг шестого уровня? Вот вы знаете, чат? Это очень больно. Особенно, когда ты эльф. И особенно, когда ты хочешь играть в макро. А я себе чай пока налью. Купил себе, короче, чайник с заварничком. Это прям офигенная тема. О, медведи тут подставляются. Помянем. Просто минус два медведя на муве. На пустом месте. Ой, у вас Ника. Здорово. Опять атакует. Опять хочет убивать рабочих. Сколько же пролетариата погибло здесь? Реально, слишком много. Да нет, Алексей. Я один из тех, кто позволяет, кто помогает жить в Warcraft. Но я далеко не единственный. Даже и близко. Но спасибо за другое слово. Слушай, а так-то это здание скоро будет уничтожено. Но чтобы не рисковать, там даже от телепорт. Все равно будет вряд ли будет ремонтировать это здание. А экспанды тут и тут уже работают. То есть баблишко копится. Фоги на зеленом лимите добывает 30 золота с трех шахт. Это очень много. Архимаг шестого уровня. Это Архимаг уровнем выше, чем 5. Блин, ну знаешь, твоя математика уже сильнее, чем моя математика. Поэтому... Поэтому получается. Плюс респект. Телепорт нужно нажать. О-о-о-о. А, нет, оглушение. Нормально. Это медведь-шатун. Блин, я всегда ору с этого имени. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Начинается, господа. Все, если бойт грамотно размекрит этот... Размакрит, точнее, этот ультимейт, сейчас начнется. Вот этот, конечно, очень перспективный экспанд. Ничего не скажешь. Великаны продолжают строить медведей. так это на ульте напитки 3 хп выжил и тут прожимает нага телепорт и уходит 2 ряды погибли как я бывал на турнирах чтобы кто-то переворачивал трюки с башнями типа теснял рабочего в лес в рубку полянки и возведение осадной башни по труднякам вражеской базы и рядом совсем не рабочий вариант для турниров да нет так делают иногда так альянс иногда и делает чимико я так в одно время пару раз делал на турнире но в основном это ладерная тема у меня есть пару кастов на канале можешь поискать чимико и сок в основном против хэппи они так делали на норзуная вас особенно только надо ремонтируем горячее дерево восстанавливается здоровье нормально балл это как бы эльфийский баланс ой 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 но экспанды везде конечно это плюс респект плюс уважение кстати отремонтировал так то форт шестом уровне уйдет нога есть или порт поэтому должна выживать вы знаете катка идет 23 минуты а такое чувство что вечность уже согласитесь так шестая нога если что нога ультимейт ноги это идеальное оружие для размена но будет прокачал стрелу и молнию эту базу ну просто прикол в том что обои да нет осадного урона и он почему-то не прокачал ультимейт ноги которая быстро выносит здание опять рабочий сколько от рабочих погибло это же просто это ну типа это геноцид какой-то так убили у архимага появился ультимейт ноги поражать это чё это чего фоги прям до конца до конца гейминг до конца гейминг да ладно сейчас убьет main тп жать убил хочу шо творит а рабочий вообще есть убой до 0 рабочих 00 рабочих ни одного рабочего не осталось на карте это что за 200 и кью игры вот этот экспант конечно это пуш какая-то найс мастер п бафнули олл не понимаю о чем он если честно но это 200 и кью катка какая-то реально ты на это стреляет 23 ряды между прочим только обратили внимание тут стрелок типа стоит поминает павших братьев и дряда зверх перед смертью о боже эту базу убивают но там еще снизу база есть эльф кстати вот это хотел сказать что базы не ставит типа уже все расслабился но нет все нормально ставит базы верхом бэма будет тут поставить базу топор в тысячи золотых монет осталось и так обратно вернулся кстати фоги прокачал ультимейт на ноги поэтому если что может убивать здание так виспол с собой берет бист в окружении колодцев тупо нафигачиться хочешь подожди он что-то там сострял что окружу себя бутылками и и чилит и нормально все наконец-то уходит это было смешно там база дополнительно ставятся и тут база дополнительно ставятся эту базу спалили все здания были спалены и нага сейчас должна прожимать ультимейт так медведь шатун так ага да 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 здание ага а а молотка то не чтобы ооо в толпу да а надо телепор рушать уже а решил ставкнуть без телепорта и просто уйти а стрелки летают тут нужна эта песенка от винта от винта дух медведя от даун это чисто видимо подарок какой то кстати а у архимага третья аура уже так что у него очень быстро маны регенится и всегда будет ультимейт теперь армию игрока атакуют так это древо жизни отменяем мэйн закончился древо вечности пересаживается тут отменяется плетеный рудник бойд старается через минуту будет только торнадо у фоги пока что торнадо нет архимага ульта и через пять секунд будет пару зданий сломать можно не хватает медведей а вот и телепортируемся но если бойда я бы ненавидел эту игру реальности по это знаешь это так катка варкрафт где ты после катки хочешь пойти покурить просто если понимаете о чем я на этот медведь тоже умирает это став есть может спасет брата мешку как бы и звери повинуются мне все дела не кокотик лык на спасает а медведь шатун идет шатать в одиночку в солянова так сказать солянова ну в солянова как-то не пошел так нога это чего мастер и порт да нет что да это мастер и порт просто не на не видел эту анимацию невидимый стрелок тупо спецагент и тут еще невидимый стрелок везде спецагенты базу еще одну ставит я стрелы полетели мужская же наркоманская катка какая же наркоманская катка это просто пушка какая-то чем общие игроки занимаются но у ноги кстати есть уже ультимейт пора убивать там-то телепортировался но там сейчас он успеет убить древо вечности от винта сейчас будет дело вечности половина хп потеряла но тут кстати с ультимейтом ноги можно будет дофига зданий убить все поехали какой кд ульты архимага секунд 20 вроде или около того ну несколько зданий убили но но из плохих новостей фуги мэйн потерял его не ремонтируют очень поздно вывел молния но зато будет потерял очень много зданий подожди а ты сейчас отдашься без так ты же даже блин ну вот и фуги 3 хп и до посохи о что закатка у меня уже голова болит а у игроков нет о блин дряды строятся потому что уже три нет как я понимаю осталось всего лишь несколько зданий так это база рект это база рект отправляется наверх прямо сейчас рай фумы и снизу еще база ставится опять вниз телепортируются а тут древо жизни живет надо отремонтировать медведь шатун продолжает шатать ну надо подождать ультимейт ноги через 30 секунд и вот с его помощью уже что-то делать очень сильно не хватает медведей конечно для уничтожения зданий так минус дриада неплохой телепорт ну по-моему сейчас жать телепорт это сомнительная идея телепорт передал да в итоге он не жмёт телепорт а зачем он сюда пришел тогда а зачем вообще а а а так господа два года комментирую варкрафт на регулярной основе впервые вижу как торнадо ноги используется чтобы сбить торнадо ноги это это как в том меме это ну нахер знаешь вы реально у меня найти это катка уже прям ассоциации четкие вызывает у тупой вот знаете я уже могу прям найти а в аудио формате выразить эмоции бои да 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 я понимаю бой да это выглядит очень тяжело но фаги тоже для фаги тоже очень тяжелый матч у него нет медведей у нее ничего нет нормального что выносит здание и ему теперь шеи торнадо сбивают оп волшебницу забрали но еще одна волшебница есть идет разбираться там на массе телепорте просто полетит но здание отдаст но видимо расчет на то что типа у эльфа не остается больше зданий но у него там есть база на работает уничтожили в итоге казарму это было самое крепкое здание среди всех масс телепорт и пора убегать дверь шатун медведь шатун не смог зашатать эту ферму так древо жизни сверху снизу там базу тут еще ставится боже какая грязь а на посохе пытается отойти сейчас ультимейт будет использовать это 4 секунды к.д так эту базу отменяет фоги не отменил виспа потерял золото потерял фоги 1000 золота 900 дерева туда телепортируются хочет стрелка забрать чтобы не мог телепортироваться бой сюда она к побежала ультим ульту использовать на здание оппонента на перезарядке на перезарядке будет проиграл будет проиграл нет также на перезарядке ульта тут можно столько зданий уничтожить ой поехали ой поехали ох твою дивизию как это больно и только сейчас подходит будет какая катка сбил ультимейт своим ультимейтом боже самое главное сейчас фоги не так телепорта есть телепорты есть у кей става нет на достав возможно передать вот что до конечного тут будет телепор жмет нага выживает последняя ферма последний ферма альянсов вся вот эта вот хуманская семья живет в этой ферме вся семья оттуда папа вот папа вот мама вот дочка вот неполкополучный сын и куча братов акробатов и домашние питомец я не знаю а вот хатынка и не обращайте внимание что она горит все нормально есть питомец для того чтобы с этим справиться о блин ну там нужно просто уйдет в ферму уничтожить вот там есть ультимейт у архимага так 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 ага кстати медведь появился по красоте катаем гг я знал что у вас глядских эльфов нет чести нет пива нет пива мне нравится двойной акцент на пиве это да блин это гаут катка вообще просто просто гаут катка фогич гений конечно